Жёлтый, вот скажи мне. Ась? А у тебя братики, сестрички есть? Есть один братик. Ну, очень злой снеговик. Хм. А он не в пиздчере живёт случайно? Именно. Ну, лучше к нему не ходи. А чё это? Ну, он очень опасен. А если так? Хозяин, убери, убери, убери! Да ладно, не очкуй. Это для твоего братишки. Остался последний подарок. И мы приступим к нему. К распаковке мешка Санты. В этом видео заработаем последний подарок. Рюкзак Глинтвейн. Вскроем новогодний подарок. Выясним, откуда берутся шурупы и железная проволока на нашей почте. А также поджарим снеговика. Ну, и сделаем небольшой спидран новогодней пиздчеры. Погнали! 51%. Даже не знаю, хватит, не хватит. С этими техническими перерывами пропустил одну зачистку. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди и мы продолжаем. И это новогодний Лас-Дэ. Начнем с приятного. Новогодний подарок. Слушай, он не меняется, но он прикольный. Для новичка это вообще огонь. 100 крышек-ракетница и 5 аптек по соточке, да? Ну, а это и от на память. Забираем. Что еще ты мог обнаружить у себя в почте? Шурупы и железная проволока. Не обольщайся. Это не совсем подарок. А правильнее сказать, это совсем не подарок. Йоу, палы. Приди в свое поселение и посмотри, что изменилось. У меня вот лично не хватает шурупчиков и железной проволоки. Ай-яй-яй. Чуть-чуть не додали. Где еще 5 и 3? Я не знаю, слушай. Совсем недавно, возможно, ты словил тоже, как я, эту фишку. И не впускал нас в игру, да? Были тех работы. Че-то исправляли. Вот поэтому в нашей почте и появились с тобой шурупы и проволока. Может, у тебя какие-то другие ресурсы. Посмотри в своем поселении, где-то их не хватает. Верни на место. Блин. Поехали дальше. А дальше у нас новогодняя пизчера. Если ты хочешь забрать вот эти все угощения, подарки и мешок. Санты, наконец-таки, распечатать. Соответственно, тебе надо 2 новогодние локации фармить. Если ты не видел последний ролик новогодняя пизчера, который назывался, обязательно его посмотри. Но да, я не показал там одну фишку. Очень крутую. Покажу сейчас. Уже был ролик за новичка. Поэтому сейчас, как ты понял, будет грязь. Я просто быстро-быстро-быстро-быстро зачищу эту замечательную локацию. Ну и сделаем спидран. А что нет? Погнали. Насколько это быстро? Блин, это фантастика. Соответственно, я ничего вырезать не буду, но при этом я все лутаю. Нам же все отсюда надо, правильно? Ой, ну вот это, вот это вообще просто аппаратура. Чё-то я дерево, дерево не взял, да? Капец, балбес. Нафига? Ну, снеговичеллу разбомбить красиво. Мужчины, не ломайте броню, она очень дорогая. Ну, грубо говоря, 7 минут я трачу на зачистку. Только вот с деревом, да, проблемка. Ах. Чё-то да, я. Не-не, мужчины, мужчины, мужчины. Вначале всех выкашиваем, да? Одного оленья я не взял, потому что, слушай, за ним долго бежать. Реально. А нас с тобой интересует всё-таки скорость, да? Ну, хорошо, скажи. Мне кажется, очень даже хорошо. А чё нет? Та-та-та-та-та-ра-та-ра-та-ра-та-та-та. Мужчина для вас у меня поинтереснее штука. Очень долго лутает ящики. Прям безобразие. Сик. Та-та-та-та-та-ра-та-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Да, когда я беру этот фантастический ствол, ну, это вообще. Собственно, у меня два самых сильных оружия в игре в данный момент. Автомат УЗИ, но обязательно нужны фулл модификации. И, соответственно, скарчик. Они очень жесткие. Хорошо, да? Почти хватило УЗика, чтобы сделать фулл зачистку. Воу! Кто это был? Очень опасный волк. Мужчина, это что, все? А что только два прибежало? А знаешь почему? А потому что он не успел. Да. Как? Полностью? Мужчина не успел покричать. Готово, остается пизчера. Капец, вы что орете, что ли? Что так долго грузили, блин? Ресурсики. Да, бывает, бывает. Справа, пацаны, вообще их брать не надо. Они охраняют стрёмный ящик. В нём нифига нету. А чё я не показал такого прикольного? Сейчас покажу. Снеговичел, привет! Хорошо, да, прошибает? Ну, хорошо же, хорошо. И пофигу, блин. Вообще пофигу. Подошёл он к костру, не подошёл. Ну, а так тридцаточку. Привет, бобёр! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Горит как, а? Просто фантастика, мужчина! Да завязывай ты! Да, очень быстро сгорает наш огнемёть. Сосульк, ма-сосулька! Привет от жёлтого, говноед! Ха-ха! Блин! Фантастика! И оп! Этот узик, это полное дно. Но если у тебя УИП, то этот узик очень даже хорош. Я его просто отремонтирую и готово. Вот к тем рейдерам я не хожу. Почему? Ну, с них нифига нету. У них ящик просто с лутом. Так, ангелочки, это есть гуд. Ну, грубо говоря, да, если сильно не торопиться, спокойно, быстренько проходить. Потратишь где-то на всё это безобразие минут 6-7. Мишенька, медведь. Хорошо, да? Дальность атаки у эсэса, она как бы космическая. Нафиг я от него буду получать урон? А, ну ладно. Ну ладно, уговорил. Жалко, что вот в этот момент, да? Ну и всё, урон не проходит. Гадство. Привет, елпало. Надо было сразу его к ящику вести. Тогда будет ещё быстрее. Ну, по мне, так уже хорошая скорость, да? Куда уж ещё быстрее. Так, всякое эгэ скидываем. Это нам всё не надо. Да, оружие Генезис сосульку прошибает. А что я такого не показал? Очень крутого. Ну, по поводу камушка. Да, действительно, через камушек Санту убивать намного легче. Через какой камушек? Сейчас покажу. Вот через этот фантастический камушек, видишь? Капец, вокруг него намного легче воины за угла делать. Как вот этих парней вышибить? Да просто расстрелять с каром и всё. Но есть ещё один фантастический вариант. Гранатомёт. И как это поможет новичку? Никак абсолютно. А вот то, что я сейчас тебе показываю, это реально класс. Вот если бы я не заблудился, даже не всекли бы. Можешь сделать логаут из игры, но по мне быстрее вот так. Какие-то интересные техработы провели. Теперь пизчера грузится просто бесконечно. Жесть какая. Было быстро. И чё? И всё. Шикарно. Ты понял, чё произошло? Мы их разогрели. Теперь вот так по чуть-чуть подходи и раз на раз просто сражайся. Ну, соответственно, ничего не меняется. Тебе лучше иметь огнестрел, да? Но при этом тебя не вся толпа бьёт. Короче, это вообще фантастика. Всё. Круто. Блин, ну мне кажется, это очень круто, слушай. А вот в чём прикол вот этого камуша. За ним реально намного проще делать воин из-за угла. Почему? Он такой маленький, видишь? Аккуратненький. Приплыли, мужчина. Я даже не знаю. Стоп, время. Да? Вот. При том, что я тебе показывал, значит, этот фантастический лайфхак с выходом из пиз-черы, да? Мы потратили, ну сколько? Ну, 6 минут. Ёл-палы. Стоп, время. Короче, быстро. Быстро. Если минус показывать вот этот лайфхак, то пиз-чера вообще проходится минуты за три. И там локация. Ну, 5-6 минут. Блин, чё пацаны тут мерзнуть будут, да? Ребят, я вас освобожу. Ребят, я вас освобождаю. Отмучились. Блин. Ну, давай, Ник, дружище. Ты просто не можешь. Ёлы-палы, он может. 500 очков. Ну, ты подумай, чё. Ну, ладно, ничего страшного. На следующий день уже всё откатится, и мы продолжим. И уже приступим к мешку санты. Друзья, с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если понравился, конечно же, оцени лайком. Ещё не подписался, подписывайся на канал на Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Печка ТВ есть везде. Смотри там, где тебе удобно. Приходи на стримы, которые проходят каждый день на площадке Трова и, конечно же, на Ютубе. С наступающими тебя. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok